В эфире новости региона, в студии Артемий Заварзин. Добрый день. По морю отмечает 75-летие Соловецкой школы ЮНК. Юбилейные мероприятия уже сегодня начинаются на Соловецких островах. В торжествах примут участие 19 ветеранов ЮНК из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Костромской, Свердловской областей, Пермского края и Латвии. И, конечно, нашего региона. На Соловках сейчас работает моя коллега Ирина Ившина. Ирина, добрый день. Как настроение и как погода на архипелаге? Добрый день, Артемий. Жители Соловков нам сегодня обещали лето, но лето так и не случилось. На улице довольно прохладно и очень ветрено. На Соловках очень людно, множество туристов, иностранных и российских. Накануне остров буквально не спал допоздна. Сегодня начинаются основные торжества, посвященные 75-летию Соловецкой школы ЮНК ВМФ. Два часа назад прибыл губернатор Игорь Орлов. С минуты на минуту на Соловки из Республики Карелия придет теплоход с ветеранами школы ЮНК. Первой торжественной церемонией станет спуск венков на воду с борта теплохода Шабалин. Затем митинг у памятника ЮНГа. А закончится сегодняшний день большим концертом оркестра Беломорской военно-морской базы. Мы будем держать вас в курсе событий. Буквально с минуты на минуту начнутся основные торжества. Обязательно поделимся новостями позже. Артемий. Спасибо, Ирина. На прямой связи с нашей студией была корреспондент Ирина Ившина. Она сейчас работает на Соловках. О праздновании 75-летия Соловецкой школы ЮНК мы расскажем в следующих выпусках новостей. А пока к другим темам. В Вельском районе продолжают восстанавливать участки региональных дорог, размытые из-за продолжительных проливных дождей. Вчера было восстановлено движение по автодороге Владейная-Усть-Шонаша. Ликвидирован размыв на участке 28-й километр. На автодороге Вельск-Хозьмино-Шабаново-Комсомольске к сегодняшнему вечеру планируется засыпать размыв на 47-м километре, а завтра на 53-м километре. В поселке Шонаша ведутся работы по капремонту моста. Судебные приставы провели очередной рейд по альменщикам. В этот раз отправились в Соломбальский округ. Присоединился к инспекторам и мой коллега Вадим Федосеев. Прописан, да, прописан, а жить не живет. А где проживает? Не знает. Пообщаться с судебному приставу получается только с соседями альменщика. Известно, что задолженность архангела Городца перевалила за 200 тысяч рублей. По месту прописки он не проживает. Официально нигде не трудоустроен. У второго должника история такая же. Но это не значит, что нетодивым отцам удастся уйти от ответственности. Четверо должников по алиментам будут объявлены в розыск, так как они не проживают. Один должник оплачивает алименты в добровольном порядке. Вызван на прием к судебному приставу с квитанциями об оплате алиментов. Против злостных неплательщиков алиментов у приставов есть свои методы. Арест банковских счетов, имущество, ограничение права управления транспортным средством и выезда за границу. Но даже такой арсенал не всегда срабатывает против неуловимых алиментщиков. Есть, да, должница. Долг более миллиона рублей. Но привлечь мы ее никак не можем, так как она раз в два года стабильно рожает маленьких детей. Она меняет постоянно место жительства. Сегодня на исполнении у приставов порядка 14 тысяч документов о взыскании алиментов. Общая сумма задолженности составляет более полутора миллиардов рублей. Уже 1 августа в регионе стартует акция «Собери ребенка в школу». В это время судебные приставы усилят контроль за теми, кто не желает добровольно исполнять свой родительский долг. Вадим Федосеев, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Ножом в шею 33-летней Котлашанке грозит немалый срок за разбойное нападение на пожилую женщину. В Котловском городском суде избрали меру пресечения для подозреваемой. Напомним, резонансное происшествие в Котласе случилось в начале весны в многоквартирном доме практически в центре города. Нападение на пенсионерку было тщательно спланировано. Ранее установлено, что 14 марта 2017 года в одной из квартир дома номер 5 по улице Кедрово в городе Котласе жительнице города Котласа 37-го года рождения причинены телесные повреждения, характера колота, резаного, ранения шеи, а также похищена сумка с находящимися в ней кошельком и денежными средствами. В ходе производства предварительного следствия установлена причастность данной гражданке к совершению указанных преступлений. Жертва, нападавшей чудом, осталась в живых. Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Разбой и покушение на убийство. Обвиняемая заключена под стражу на два месяца и грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Продолжаем. В оздоровительных детских лагерях региона началась третья смена. Всего в области с десяток мест, где ребята могут провести летние каникулы. Многие лагеря когда-то были ведомственными. В сложные 90-е годы предприятия отказались от них. Детские учреждения стали закрываться. Но есть один лагерь в регионе, который за свою историю в своей работе ни разу не делал перерывов. Буревестник, что в Плесецком районе, в строю уже 50 лет. И по сей день у него большие планы на будущее. В чем убедился Алексей Шемякин. Перефразируя песню «Буревестника» известного писателя Максима Горького, которая сохранилась в веках, наш «Буревестник» гордореет в Плесецком районе уже полвека. В советское время пионерский, сейчас оздоровительный и образовательный. Какие бы тяжелые перипетии не сопровождали лагерь, за 50 лет он ни разу не закрывался. В этом году четыре смены и почти тысяча детей проводят лето с пользой. С каждым ребенком можно найти общий язык. У нас неплохой педагогический состав. Я здесь работаю с 2014 года. И с 2015 года у нас практически 90% – это постоянный педагогический состав. В этом году смена носит военно-патриотический характер. Поэтому все строго по расписанию. Ранний подъем, завтрак, общее построение, прохождение по лагерю с троем и обязательно с песней. Берем дело, берем дело, самолеты. Ну а девушки, а девушки потом. Конечно, самолеты эти ребята пока не осваивают. Зато есть строевая подготовка, изучение медицинского дела. А собрать и разобрать автомат для них уже дело нехитрое. Многие из воспитанников не первый год предпочитают за морским берегам военную дисциплину лагеря «Буревестника». Мы уже сюда приезжаем третий год. Состав смены – это ребята из кадетских классов, военно-патриотических объединений Плесецкого района, Няндамского района. И то, что мы в течение года проходим теоретически, эти вопросы мы здесь отрабатываем на практике. Когда мы приезжаем уже в места постоянной дислокации, ребята уже начинают задавать вопросы, а поедем ли мы на следующий год опять в этот лагерь. Есть в лагере даже свой Александр Суворов. Пока он не национальный герой, как известный полководец, но намерения серьезные. В планах поступить в военное училище, поэтому все занятия для Александра только на пользу. Мне здесь очень нравится. Здесь хорошо отдыхаем, проходим военную подготовку. Проходим тактическую подготовку, огневую подготовку, строевую. Занимаемся медицинской подготовкой на данный момент. Есть в лагере и свои наказания. Весьма специфические и чисто образовательные. Любая провинность строго карается стократным написанием сложной орфографической фразы. Так воспитанникам напоминают о пользе русского языка. Но больше всего ребятам, конечно, по душе пятиразовое питание. В ежедневном рационе фрукты, овощи, сладости. Путевка в лагерь стоит 14 тысяч рублей. Но одаренные ребята, дети из многодетных и находящихся в сложной жизненной ситуации семей отдыхают здесь практически бесплатно. В планах властей Плесецкого района сохранить это летнее детское учреждение. Так что буревестник еще долго будет реять, гостеприимно принимая все новых и новых воспитанников. Алексей Шемякин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Плесецкий район. Про Архангельск снят документальный фильм. Съемочная группа во главе с известным режиссером Алексеем Пищулиным работала над лентой «Архангел» в областной столице. Несколько дней. Впрочем, все детали предстоящей картины авторы держат в секрете, и журналистам их раскрывать не стали. Зато Алексей Пищулин охотно пообщался с нами о своей уже готовой работе в документальном фильме, посвященном основателю российской агрономии, известному ученому Андрею Болотову под названием «Рецепты счастья и плодородия». Поводом для того, чтобы делать о нем фильм сегодня, послужило то, что сегодня огромное количество горожан бегут обратно из городов на землю. Люди, как сейчас говорят, успешные, сделавшие прекрасные карьеры в столице. По непонятным причинам, мы пытаемся с помощью нашего фильма сделать их более понятными, переселяются с семейством, с детьми на землю, в деревенские дома, живут там, выращивают салат, делают французский сыр, варят прекрасное пиво, и самое главное, испытывают чувство счастья ежедневного. В эфире Архангельского телевидения фильм «Рецепты счастья и плодородия» смотрите 31 июля. В поисках рецептов счастья многие сегодня отправляются в Сальвычегодск известную здравницу благодаря целебным минеральным водам. Накануне старинный город отметил большой юбилей 525 лет со дня основания. Из Сальвычегодска материал Ларисы Ивановой. Город, рожденный на соли. Добыча этого минерала сделала Сальвычегодск некогда богатым и процветающим городом. Еще в конце 15-го, начале 16-го веков богатые соляные варницы манились сюда поселенцев со всей России. В их числе оказались из Трогановы. В юбилейный год сотрудники Сальвычегодского историка художественного музея взялись возродить забытые технологии по старым рецептам из местной минеральной воды. Воленая. Есть у нас музей фотографии. Примерно датировка у них 1920-й год. Как раз таки крестьяне вываривают соль на соленом озере. Процесс там показан следующим образом. Стоит у них примерно такой же железный противень, как у нас здесь, только гораздо большего размера. И, соответственно, на этом противне они как раз таки солью вываривают. Центром праздничных гуляний стала городская площадь. Поздравить Сальвичегодск с 525-м днем рождения приехали почетные гости из близлежащих муниципальных образований и регионального правительства. Самых активных и достойных жителей отметили наградами. В их числе шесть семей Сальвичегодска, где в этом году родились малыши. Для родителей Виталия и Яны Строгановых долгожданное событие случилось 17 апреля. В браке мы уже почти 17 лет. Это родился третий ребенок. Это средний сын. Старшему сыну 16 лет. Ждал сестренку? Очень. Сальвичегодск всегда считался городом-курортом. Его уникальность в местных целебных факторах. Бальнеопроцедуры и минеральные воды трех типов. Вот ради чего едут сюда гости из разных уголков страны. Десять лет назад старинный город стал еще и фестивальным. Литературная усадьба автора афоризмов Козьмы Пруткова, где проходят различные конкурсы и представления, ежегодно притягивают творческих жителей региона. Костюмированные шествия – главная изюминка дня города в Сальвичегодске. Костюм 19 века сшила сама специально для шествия. Вот сшила за два дня. Ценим прошлое, живем настоящим, создаем будущее. Юбилейный девиз праздничной программы созвучен по мыслам и делам многих горожан, мечтающим о возрождении былой славы древнего города. И первые шаги в этом направлении уже видны. Лариса Иванова, Николай Потюков, Архангельское телевидение, Сальвичегодск. Мы продолжим знакомить вас с новостями региона. Уже в 16 часов я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова